Музыка Приветствую вас, уважаемые телезрители! С вами вновь программа ТЭО. Минувшие 7 дней ознаменовались интересными событиями, и сегодня мы расскажем о них подробнее. 23 января, в день памяти святителя Анатолия Одесского, состоялась Божественная Литургия в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. 25 января свой храмовый праздник отмечает первая в Украине студенческая церковь, освященная в честь великомученицы Татьяны. Одесская епархия непрестанно оказывает поддержку тем, кто более всего в ней нуждается – беженцам с востока страны и нуждающимся одесситам. Музыка 23 января, в день памяти святителя Анатолия Одесского, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Преосвященнейшего Аркадий, епископа Ведиопольский, в сослужении Преосвященнейшего Деодора, епископа Юждинского, городского духовенства и братья обители в Священном Сане, совершил Божественную Литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Человек, строго придерживающийся истинной веры, не боящийся отстаивать православие, которое есть для него смысл жизни, мужественный, благочестивый, поступающий по заповедям добрый пастырь – все эти качества присущи Великому Святому нашего Богоспасаемого Града, Священномученику Анатолию Одесскому. Будущий Великий Святитель родился 20 августа 1880 года на Волыне в семье уездного казначея. Андрей, так во Святом Крещении был наречен святитель, рос в бедной семье, а потому привык к простому образу жизни. С детства родители воспитывали в нем любовь к труду и интерес к приобретению знаний. Вследствие этих качеств Андрей был зачислен в ряды воспитанников Волынской духовной семинарии. Прилежный ученик проявлял особое усердие к стяжанию богословских истин и догматов. По окончанию семинарии Христофь Исповедник продолжил учение в Киевской духовной академии, и именно здесь у него родилось благочестивое желание посвятить свою жизнь на служение Богу. Во время учебы он принимает монашеский постриг с именем Анатолий и священнический сан. Академию иеромонах Анатолий закончил со степенью кандидата, а вскоре получил и степень магистра. Научный интерес угодника Божия заострился на проблемах изучения истории сирийского монашества. Благодаря знанию шести языков и усердной работе в Патриаршей библиотеке Константинополя он сделал настоящий богословский научный прорыв в исследовании этой темы. После продолжительной работы профессором Киевской и Московской духовных академий архимандрит Анатолий призывается к архиерейскому служению. Самоотверженно неся свой крест, святитель нес послушание векарного архиерея Казанского митрополита и одновременно послушание ректора Казанской духовной академии. В тяжелые годы революционного лихолетия епископ Анатолий не подчинялся приказам благоборческой власти. По-прежнему сохраняя свою структуру и учебную программу, академия продолжала развиваться, за что епископа судили на год тюремного заключения. Это стало началом крестного пути страдальца и исповедника Христова. После заключения святитель Анатолий был назначен епископом Самарским и Ставропольским. И здесь владыка открыто проявлял свое мужество и горячую веру в Господа. Следующие за этим ссылки, аресты, избиения и допросы не сломали архиерея. Он, несмотря на свои страдания, всегда печалился прежде всего о судьбах церкви. Претерпев бесчеловечный режим заключения, в 1928 году владыка Анатолий назначается архиепископом Одесским и членом Временного Патриаршего Священного Синода. Тогда же удостаивается саны митрополита и выдвигается на пост экзарха Украины. Но по своему смирению святитель уклонился от высокой должности. Последним местом служения святителя стала Свято-Димитриевская церковь. Когда почти все одесские храмы были закрыты, а священники арестованы, владыка приходил сюда. Только единственный храм в городе, на втором христианском кладбище, продолжал оставаться открытым. И вот в этот храм по трамвайным шпалам, без сопровождения, в поношенной рясе, спешит митрополит. Спешит для того, чтобы пребывать в единении со своей паствой и с самим Христом Спасителем. Спешит, потому что он не может оставить тот крест, который на его рамина, на его плечи возложил Господь. Во время служения в епархии его всячески унижали, вызывали на ночные допросы в НКВД. Но митрополит Анатолий всегда кроткий и смиренный. Умел в эти моменты с божественной любовью и ревностью переносить крики, оскорбления и издевательства Кылтовской ссылки. Подобно тому, как он шел в храм по трамвайным рельсам, он идет в Кылтовскую ссылку. Его гонят прикладами, он падает, отказывают глаза, отказывают ноги, бесчувственного светителя кидают в кузов машины. А когда он приходит опять в себя, его вновь прикладами заставляют идти по промерзлой земле, заставляют вновь совершать работу, которую он исполняет, как и все свое архиерейское служение. Исполняет пред лицом Божиим, исполняет ревность. В ссылке владыка безропотно переносил испытания ради Христа, неся с любовью свой крест. И когда к нему, доведенному до крайней степени истощения, в последний раз пришли с требованием отдать Евангелие и крест, владыка с горячей верой исповедовал Христа. Защищая святыню, святитель прижал руками к своей груди святой крест и отошел ко Господу в небесной обители. Священномученик не оставил свой крест. Он остался верным призыву до конца. Он совершил свой подвиг и соблюл свою веру. Священномученик Анатолий Одесский не боялся убивающих тела, души же не могущих убить. Он крепко стоял за святую православную веру, зная, что все, кто будут прославлять Христа, будут ненавидимы всеми за его имя. Верующие Одесской епархии благодарят Бога и помнят великий подвиг священномученика. Мы должны благодарны быть священномученику за его подвиг великий, за его горение, за его мучение, которое он принял во славу Божию и ради нас грешных. Господь говорит, претерпевший до конца спасется. И тех, кто исповедует Христа перед людьми, того Господь обещает исповедовать пред Отцем своим небесным. И мы верим, что святитель в небесных чертогах ходатайствует о каждом из нас. И в наше непростое время мы с молитвой взываем к нему. От бед избави нас твоими молитвами, священномучениче Анатолий. 25 января все Татьяны празднуют День своего Тезаименитства. В этот день Святая Церковь чтит память великомученицы Татьяны. Кроме всего прочего, эта святая является покровительницей учащихся. А потому, по традиции, 25 января еще и праздник всех студентов. Символично эти два праздника сплетаются в одно целое в Одессе. 25 января свой храмовый праздник отмечает первая в Украине студенческая церковь, освященная в честь великомученицы Татьяны, которая построена при Национальном университете Одесской юридической академии. Традиционно 25 января в Одесском храме в честь святой великомученицы Татьяны многолюдно. Первая в Украине студенческая церковь отмечает свой храмовый праздник. Святая мученица Татьяна родилась в семье римского консула. Отец был тайным христианином и воспитал дочь, преданной Богу и церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и все свои силы отдала церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу в посте и молитве, ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татьяне предстояло увенчать венцом мученичества. За веру во Христа ее жестоко пытали, а когда все пытки были истощены, мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе со святой Татьяной был казнен и ее отец, открывший ей истины веры Христовой. Студенческим Татьянин день на Руси стал много позже. 12 января, 25 января по новому стилю, 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И день 12 января стал официальным университетским днем. В те времена он назывался днем основания Московского университета. Наш храм также находится при высшем исследовании, при Национальном университете Одесская и Лирическая академия. Часто студенты посещают храм, особенно перед экзаменами, перед сессиями. Но также наши православные одесситы полюбили этот храм. Мы видим, что сегодня множество людей пришло, особенно те женщины, которые носят имя Стану Мученицы Татьяны. У нас в храме есть икона, счастливца стыкмащейства Мученицы Татьяны. На службу в церкви пришли не только студенты, но и простые одесситы. В камерном храме было тесно, но по-праздничному красиво. Неудивительно, что среди тех, кто пришел на праздник, и носители имени Татьяна. Она моя покровительница. Меня родители назвали в честь нее. Это великая святая, которая помогает особенности всем Татьянам. Обращайтесь к ней краткой молитвой, и она обязательно поможет всем Татьянам. Сегодня я пришла в этот храм, так как я каждый год прихожу в храм Святой Татьяны в этот праздник 25 января. Я была действительно очень удивлена тем, что я сегодня увидела многих студентов, многих преподавателей нашего университета, ну а также некоторых близких и просто знакомых мне людей. И действительно, я выставила всю службу, мне очень понравилось слышать молитвы, мне очень понравился церковный хор. Все было действительно очень... Вот в такие дни чувствуешь святость праздника. Всем Татьянам я хотела бы пожелать счастья, здоровья, благополучия, удачи, ну всего самого наилучшего. И, конечно, хотела бы пожелать мира, чтобы на всей земле был мир, чтобы все были добрыми, доброжелательными друг к другу, ну чтобы любили друг друга все, потому что без любви не может быть мира на земле, счастья и здоровья всем. Ну и, конечно, за праздничным богослужением молились и одесские студенты, которые у святой Татьяны просят о заступничество и покровительство сил в учебе, особенно перед важными экзаменами. Прекрасным является то, что при университете есть также церковь, храм святой мученицы Татьяны, в который всегда можно прийти, помолиться, постоять на службе. Накануне сессии все студенты, наверное, посещают храм. Это, скорее всего, это помогает, ведь вера помогает всем всегда. Я каждый раз приходу, молюсь и перед сессией, и после сессии, дай Бог, чтобы данный храм был основой православных студентов, для наших и для других. Это очень помогает. Хочу сказать и приветствовать всех студентов, и не только студентов, а всех жителей этого чудового города Одессы с этим великим святом, побожать счастья, миру, любови, злагоди, чтобы их сердца были всегда зыгряты любовью всем Татьянам также. Хочу побожать, чтобы им имя принесет удачу в их жизни. А по окончании службы, по традиции, каждый желающий мог пройти на студенческую полевую кухню, отведать горячие каши. Еще два года назад мы слышали о военных действиях только с экранов телевизоров или читали на страницах журналов. Но в апреле 2014-го война постучалась в двери многих украинцев. На востоке нашей страны начался вооруженный конфликт. Тысячи мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище в других регионах. Многие из них уже несколько лет проживают в Одессе, Одесской области. По благословению Высокопресвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского, Измаильского, на протяжении всего этого времени вынужденные переселенцы, а также нуждающиеся одесситы, получают помощь от Одесской епархии. В храме в честь иконы Божьей Матери достойно есть в очередной раз гуманитарную помощь от Одесской епархии получили люди, которые в ней остро нуждаются. Оказавшись вдали от дома, вынужденные переселенцы с востока не остались один на один со своими проблемами. Одесская епархия регулярно протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. Так, за полтора года помощь от Одесской епархии получили более двух тысяч человек. Это реальные люди, реальные семьи, причем многим из них неоднократно оказывалась помощь, потому что несмотря на то, что мы выделяем продуктовые наборы, самым нуждающимся выделяем и денежные средства для приобретения лекарственных препаратов, каких-то очень важных и необходимых нужд, но жизнь продолжается, и люди вновь и вновь обращаются к нам, и в меру своих сил мы стараемся не отказывать и помогать им. Единственная церковь, которая нам каждый раз звонит и каждый раз говорит, что вот вам пришли, пожалуйста, приезжайте в этот день. Вот кажется, никто больше не беспокоился, как только эта церковь. Мы очень благодарны за то, что нам оказывают такую помощь. Война внесла свои коррективы в размеренную жизнь украинцев. Убегая от взрывов и стрельбы, люди бросали дома, работы и свои мечты. Вместе с тем разрушились мечты многих одесситов, которые из-за сложной экономической ситуации оказались за чертой бедности. По словам руководителя социального отдела Одесской епархии Павла Полищука, церковь не осуждает и не выбирает, кому помогать, а протягивает руку помощи всем, кто в ней нуждается. Читаешь обращения, которые оставляют эти люди. Люди обращают внимание, что некоторые питаются два-три раза в неделю. Это пишут люди, говоря об этом, и просят оказать какую-либо помощь согласно на всё. В нашей семье у нас четыре ребёнка. И мы тоже иногда нуждаемся в помощи, в продуктах иногда. И бывают некоторые проблемы. Но нам иногда помогают. Помогают, ну, едой, можно написать объявление, и дают еду стандартную, там, ну, овощи, макароны, такое, хлеб. Ещё одежду дают. Мы очень благодарны тот, кто сделал эту всю помощь некоторым многодетным и малоимущим. Мне подсоветовали обратиться так, как я нигде не работаю, бездомная, как бездомная. Мне документы украли, я нигде не могу, даже дворника меня не берут без документов. И вот я сейчас в данное время вот так мучаюсь без документов, без ничего, и нахожусь на посёлке Котовского, у женщины, которая имеет на своей ежедневной четыре детей. Дают и масло, дают и сахар, и крупы всякие, и макароны. Большие кульки, очень большие. Хватает мне ещё вот, и даже с прошлого месяца ещё не кончила, это тот кулёк. Ничего, я никакие жалобы не имею. Наоборот, дай Бог здоровья, всем тем, которые придумали такую помощь. И спасибо Богу, что помогают нам. Более пяти лет при Свято-Алексейском храме люди без определённого места жительства, пенсионеры, переселенцы и все нуждающиеся получают полноценные горячие обеды. Сегодня, когда в Одессе сохраняется очень холодная погода, это как никогда актуально. Это те люди, которые не родились такими обделёнными, нищими, а в результате определённых жизненных ситуаций именно оказались вот в такой сложной ситуации. Да, им самим очень сложно и трудно осознавать, что они стоят в очереди за тарелкой супа. Ведь многие из них с высшим образованием, многие из них имели полноценные семьи, жили, мечтали, радовались, планировали так, как это делает каждый из нас. Но в результате определённых обстоятельств они оказались вот в таком удручающем ситуации. Церквам, это вообще не знаю, большое спасибо, и всем Одессе там большое спасибо. Церкви вообще кормят постоянно горячие обеды. И первое, и второе, и третье. Вот. И кормят хорошо. А вот, например, сегодня чем вас кормили? Рассольник, макароны с мясом, с огурцами, компот. Вынужденные переселенцы признаются, что сегодня они живут надеждой. Надежда на мир и на то, что они всё-таки вернутся домой. И смогут снова жить в мирной Украине и строить планы на будущее. Наша задача церкви – оказать милосердие, сострадательность, доброту. И вот сегодня те качества, которые важны для христианина, вот это делает церковь. А Господь праведный судья каждому из нас. Любовь к Творцу и забота о спасении души стали главными ценностями в жизни великого подвижника, преподобного Антония Великого, память которого православная церковь чтит 31 января. Египет, вид мёртвой пустыни, необозримость песчаных равнин, однообразие и царствующая там безмолвность, производят сильное впечатление на душу. Противоположностью этому царству является вид цветущей долины Нила. Нигде на Земле больше нет такого яркого контраста света и тени, жизни и смерти, как в Египте. Нигде смена явлений природы, её возрождение и истощение не указывает так ясно на тленность всего живущего и на будущее обновление. И не случайно именно здесь люди глубоко задумывались о загробном существовании. Они воздвигали пирамиды, строили целые города мёртвых. Повсюду, как бы напоминая о ничтожестве и тленности земной жизни, возвышались гробницы. Земная жизнь коротка, а загробная вечна, и египтяне не жалели трудов, чтобы увековечить посмертную память о себе. Но только христианская вера озарила истинным светом великую тайну, которая так глубоко занимала душу древних египтян. Тайну будущей жизни, бессмертия души. И ненужными оказались пирамиды, пышные гробницы. Излишними стали заботы о сохранении мумий. Не о сохранении тела, а о чистоте бессмертной души, святости жизни по заповедям Святого Евангелия. Вот о чём необходимо заботиться теперь для вечного блаженства. Святой Антоний родился в половине третьего столетия близ города Гераклеополя, в селении Кома, в семье благочестивых зажиточных христиан. С юных лет он стремился к уединению и размышлению о вере, и рано ощутил желание служить Богу. При таком настроении и порядке жизни благодать Божия не оставляла его. Святому Антонию было не более 20 лет, когда умерли его родители. Ему пришлось вести хозяйство и заботиться о воспитании и устройстве малолетней сестры. И здесь он осознал, как трудно служить двум господам — Богу и миру. Всё чаще ему приходила мысль оставить мирскую суету и посвятить свою жизнь служению Господу. Однажды он пришёл в храм и услышал слова Евангелия. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Он расценил их как ответ свыше, как Божие благословения на исполнение тайных стремлений своей души. Вскоре святой Антоний продал свои имения и раздал всё имущество бедным, а сестру поручил девам, посвятившим себя на служение Богу. В те времена в Египте уже были отшельники, их примеру последовал и святой Антоний. Вначале он поселился недалеко от родного селения, уединившись в опустевшей каменной гробнице. Первые годы отречения от мира он был послушником. Послушничество состоит в утверждении в сердце христианских добродетелей и усвоении порядка в подвижнической жизни под руководством опытных подвижников. Для этого он ходил к известным тогда подвижникам и многому у них учился. В таком послушании он прожил 15 лет. Во время отшельничества святого Антония не раз одолевали сильные испытания. С одной стороны, тоскливое чувство о прошлом, о родном доме, где он мирно жил, о полях, на которых трудились его предки, всплывал в душе и кроткий образ сестры, оставленной на воспитание чужим людям. С другой, одолевали сомнения о труднопереносимых условиях начатой жизни, которая исключала телесные удовольствия и обрекала жить без всякого утешения вдали от людей. Так человеконенавистник возбуждал сильную бурю помыслов, но был отражён не только твёрдостью святого Антония, но его верой в то, что всё, что он оставил в миру, и всё, что он терпит ныне, ничто в сравнении с нескончаемыми благами, которые Господь уготовил тем, кто трудился для него. Чистые сердцем Бога узрят. Освобождаясь от страстей, душа приобретает внутренний мир и неотразимое стремление к Богу. Таким трудным путём, пребывая почти в полном одиночестве, шёл святой Антоний. Он мог позволить себе только посещение старцев, да приходить в сельскую церковь на богослужение. Хлеб и соль ему приносил один и тот же крестьянин. Но и такой образ жизни великий Антоний отнёс к роду развлечений и предпочёл полное уединение, удалившись от мира ещё дальше, в пустыню. Там он заключил себя в старом заброшенном капище, в котором был колодец с водой, а хлеб доставлял ему дважды в год его друг. Какие нёс он здесь труды и что с ним было, никто не видел. Но судя по тому, каким он вышел из затвора, следует заключить, что это было время созидания его Духа, Духом Святым. Дух Божий ни для кого не зримо, неведомо большей частью и для самого Антония, созидал в нём нового человека по образу создавшего его. Когда кончилось время созидания, ему велено было выйти на служение верующим. Он вышел, наделённый разнообразными дарами Святого Духа, а это — дар чудотворения, власти над бесами, силами природы и животными, дар провидения, происходившего вдали, и прозрения мыслей, дар откровений и видений. Но самым многоплодным и обширным был дар слов. Он умел говорить с такой силой на пользу каждому, что многие знатные, военные и гражданские, люди с большим достатком, оставляли житейское бремя и становились монахами. Множество народа стекалось к нему. Приходили к нему за тем, чтобы послушать, принять слово истины и найти себе необходимое руководство. Получение Святого Антония в несчётном количестве переходили из уст в уста, составляя как бы ходячий устав подвижничества, и вошли, наконец, в сборник отеческих достопамятностей, которые доставят богатую пищу душе, ищущей назиданий. Не перечислить всех учеников Святого Антония, которые ушли в пустыню, чтобы под руководством опытнейшего подвижника достигнуть блаженства общения с Богом. Умер Антоний Великий в 356 году в глубокой старости, заранее предсказав свою кончину. Его святые мощи были перенесены в Александрию, а теперь покоятся в городе Арли на юге Франции. Центром христианской истории, центром всего богословия является Христос. Со времени Его пришествия в мир люди узнают о Боге всё больше. Богословская наука начала развиваться параллельно с проповедью апостолов, а наивысшее процветание наука получила в IV веке с признанием христианства господствующей религией Римской империи. Тогда открываются первые богословские школы, одна из которых дала миру великих богословов Афанасия и Кирилла Александрийских, память которых празднуется 31 января. Около двух тысяч лет назад Христос воплотился на земле и довёл до полноты истинное божественное откровение. Своей проповедью, искупительной жертвой и воскресением Он спас людей от греха, проклятия и смерти. Послав своих учеников в мир для проповеди о грядущем царстве, Господь благословил Свою Церковь развиваться и распространяться по всей Вселенной. С тех пор Святая Апостольская Церковь принесла Спасителю свои обильные плоды. Исповедники, мученики, строгие аскеты и великие богословы украшают тело Христова. Афанасий и Кирилл, архиепископы Александрийские, среди множества святых явились яркими проповедниками и защитниками веры. Святитель Афанасий Великий – выдающийся богослов, которого воспитала Александрийская школа в начале IV века. Получив блестящее образование, он предался строгому аскетизму. В 319 году принял диаконский сан от святителя Александра и вместе с архиереем участвовал на Первом Вселенском соборе. Во время собрания церкви святой Афанасий выступал с опровержением ереси Ария, который считал Христа не Богом, а лишь высшим творением, и победил еретика. Вскоре святой Афанасий был единодушно избран преемником патриарха Александра на Александрийскую кафедру. Был момент, когда он оставался единственным православным епископом. Все же другие епископы уклонились в ересь. За проявленную твердость, арияне возненавидели православного богослова и на протяжении всей его жизни подвергали гонениям. Из 47 лет епископства святитель Афанасий 15 лет провел в изгнании. Будучи гонимым, архиерей познакомился с Антонием Великим. Именно архиепископ Афанасий написал житие отшельника египетской пустыни, которое станет каноном монашеского жизнеописания. Выдающийся церковный деятель и великий богослов умер в глубокой старости, оставив огромное научное наследие. Спустя столетия на церковную Ниву вышел необычайной силой мысли духовный проповедник, святитель Кирилл. Александрийская богословская школа воспитала еще одного ревностного апологета – защитника веры. В Александрии архиепископ Кирилл продолжил дело святителя Афанасия. Активно боролся с остатками древних ересей, истребляя неправильное понимание богословских догматов. Святитель Кирилл управлял Александрийской церковью 32 года, и к концу его плодотворной деятельности паства была очищена от еретиков. Его перу принадлежат поразительные своей глубиной толкования на священное писание, объяснения учения о Троице, ряд песен богословского содержания. Святителям Афанасию и Кириллу, архиепископам Александрийским, установлено совместное празднование ввиду их общих усердных трудов во благо церкви. Хотя святители и служили в разное время, но одинаково неустанно сохраняли православие от учений еретиков. Они учили, что для постижения мысли и благословия нужно предочестить душу уподоблением дел святых, и богословы достигли святости. Мудрые управляя паствой, архиереи подали каждому из нас пример жертвенной любви к Богу, пример терпения, мудрости и необычайной силы Духа. На этом наш выпуск подошёл к концу. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok